Высокое качество исполнения и строгое соблюдение сроков. Такую задачу поставила глава Мариэл Александр Евстифеев перед правительством республики в части реализации национальных проектов. Особое внимание руководитель региона обратил на персональную ответственность непосредственных исполнителей. Подробности совещания, посвященного нацпроектам, далее в материале. Реализация национальных проектов очень важная тема для нашей республики. Все они призваны существенно улучшить жизнь каждого жителя Мариэл. Поэтому наряду с федеральным контролем в республике постоянно идет анализ и оценка работы со стороны Министерства промышленности, экономического развития и торговли. Я вам напоминаю, что Министерство экономического развития отвечает за мониторинг темы исполнения национальных проектов. Эту обязанность министерства никто не снимал, поэтому министерство будет эту работу продолжать. Станислав Игоревич, вы должны проявить максимальную активность, потому что за национальными проектами правительство федеральное, президент лично ведет мониторинг за их исполнением. И никому не дано право нарушать сроки, которые определены национальными проектами. Что же касается отдельных отраслей, то министр здравоохранения озвучила цифры по строительству новых фельдшерско-акушерских пунктов. На строительство фельдшерско-акушерских пунктов выделено 124 миллиона рублей. Федеральный бюджет составляет 91,9. Средства республиканского бюджета 32 миллиона рублей. На сегодняшний день по всем ФАПам проектные работы завершены. Получено положительное заключение по 14 ФАПам. По двум ФАПам устраняются и до 30 сентября все будет полностью заключена, вся экспертная работа будет заключена. Добавим, что в рамках нацпроекта здравоохранения в Вишкороле будет построена вертолетная площадка для санитарной авиации. Документация сейчас на экспертизе. Сумма вложений республиканского бюджета составила 8 миллионов рублей. Строительство лично контролирует глава нашего региона, поэтому никаких задержек по срокам исполнения быть не должно, вне зависимости от объективности причин. Надо пути решения искать, как мы эту задержку будем максимально сокращать. Но строить вертолетную площадку в конце ноября-декабре не получится. Это мы должны понимать, а вертолетная площадка региональной медицине нужна, тут нечего обсуждать. Поэтому я прошу включиться и, Александр Анатольевич, тогда держите меня в курсе, что там по срокам с вертолетной площадкой. Что касается жилищно-коммунальной сферы, то в этом году здесь реализуются два масштабных проекта. Это очистные сооружения по реке Ноля Мари-Турехского района, а также реконструкция очистных сооружений в Казмодемьянске. Также по программе индивидуального развития республики в столице ведется строительство бульвара Ураева и улицы Петрова. Документы по Ураеву сейчас на экспертизе, а по улице Петрова положительное заключение уже получено. Не менее важным является еще один национальный проект «Демография». В этом году на его составную часть «Спорт. Норма жизни» выделено 94 миллиона рублей. Данное бюджетное сигнование направлено на следующие мероприятия. Первое – это закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. Сумма выданных средств составляет 9 миллионов 365 тысяч. На данный момент заключен контракт с ООО «Спортика» на сумму 8 миллионов 409 тысяч. Оборудование поставлено в полном объеме и в полном 100%. Добавим, что в этом году еще вступят в строй стадионы в Казмодемьянске и поселке Юрино. Говоря о реализации национального проекта образования, выделим его региональный подпроект «Содействие занятости женщин» создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Согласно ему, будут построены сразу два детских сада в столице и Медведевском районе на 100 и 320 несоответственно. Необходимо еще упомянуть и новый учебный корпус школы номер 5 в Волжске. В этом году в республике вступят в строй четыре новых объекта дошкольного образования. Они рассчитаны на 1010 мест. По информации Министерства социального развития республики, согласно региональному проекту «Старшее поколение», этой осенью будет введен в эксплуатацию Красно-Стекловарский психоневрологический интернат на 100 мест. А до конца года пройдет реконструкция дома-интерната для престарелых и инвалидов «Сосновая роща». За счет средств республиканского бюджета проводится разработка проектно-смертной документации на объект, включенный в план реализации региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение». Всего выделено разработку проектно-смертной документации на сумму 9 миллионов рублей. Контракты заключены на сумму 8,76 миллионов рублей. Подводя итоги, руководитель региона был краток и точен. Мы включаемся и работаем по отдельному объекту. Никаких нарушений быть не должно. Все сроки должны в итоге выровняться и быть исполнены. Я говорю по объемам выполненных работ и по финансированию, по освоению бюджетных ресурсов. Работа по всем объектам будет ускорена, но не в ущерб качеству. Что же касается непосредственных исполнителей, речь идет о подрядчиках, то в случае несоблюдения сроков станет вопрос о привлечении их к персональной ответственности.